Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воскресенье! Воскресенье! Так, ребята, давайте, значит, у нас сегодня второй год выпуска. В прошлом году у нас было пять взрослых и один школьник. В этом году, Наталья, в этом году у нас одиннадцать человек выпускается. Это семь взрослых и уже четыре школьника. Но у нас, так как у нас много, надо регламент такой. Сначала теория, потом практика. Каждый отвечает и готовится не больше пяти минут. Первый вопрос какой-то. Первый вопрос какой-то. Что вы нам расскажете про уставные звоны? Внимание, тишина! Водолесный звон – это равномерный угар в водолесликом. Перебор – это звон от самого малого колокола, самому тяжелому. Перебор – это звон от самого малого колокола, а также три звона. Это звон высокого колокола. Однопременно во всех колокола. Внимание, на всех колокола. Внимание, на всех колокола. К основным трезвонам относят будничный, самый упохновенный звон, с использованием будничного благовестника. Также праздничный, красивый уже, божественный. Немножко непонятно, что значит «косновный трезвон». К основным трезвонам. К основным трезвонам просто. Отговорились. К основным трезвонам. А также пасхание. Пасхание – это особенный праздничный днём, который продолжается от Пасхи до фамилии недели, до начала фамилии недели. Возмещение колоколов на колокольник. Проще говоря. Пасханарик вступает в помещение, где должно обмещаться колокольник. Первоначально он должен идти пройдём, через который будет легко рассматриваем въезд на территорию храма. Центральные ворота? Центральные ворота, да. Территория храма. Да, уже относительно этого ставим пульт, специальный столбик. Сначала размещаем на пути партию подзвонных. А пульт и столбик ставится на какое место? На какое сооружение ставится пульт и столбик? На помосте. На помосте. На землярский помост. За подзвонными размещается партия зазвонных. На одном уровне должны располагаться все юбки. А также на уровне 20 номера. То есть на уровне горизонта относительно 20 номера. А также удобно должна размещаться педаль для благовестника. Благовестник оттягивается на педаль. Благовестники куда развешиваются на колокольник? В каком месте благовестники рекомендуется развешивать? На самый нижний ряд, на самую нижнюю балку. Нет, допустим, один у нас проем. Куда благовестники размещаются? В оконный проем, например, или... Ну, не в оконный проем. А куда? Где-то посередине самого... А почему посередине? Посередине на балке, наверное, да? Да, на балке посередине. А почему посередине благовестник оттягивается? На самые крепкие балки. Почему? Потому что они самые тяжелые колоколы. Потому что они самые тяжелые. Их надо укрепить. И чтобы вся конструкция... Они не развалили. Она была в центре тяжести, посередине, да? А подзвонные колокола где отличаются? В проемах. Ну, там же, там где, по близости, рядом с зазвонными. Ну, слева и справа от зазвона, в проемах. Да. В проемах. В помощи тросов. В помощи тросов. Тросов, да. Ну, какие вопросы, бачка, будут? А сколько нужно колоколов, чтобы полноценная была звонница? Сколько нужно колоколов? Количество колоколов. Сколько? Хотя бы темного вечника, хотя бы два подзвонных, ну и хотя бы два зазвонных колокола. Это 5 получается, да? Получится 5 колоколов. Ну, 5 – это все равно маловато. Маловато, но минимум. Ну, минимум рекомендуется даже 7. Ну, это 5 – это в маленьких сельских храмах. А так рекомендуется всеми литейными заводами хотя бы 7. Три зазвонных, три подзвонных и один вот они есть. У нас, правильно, там метковых колоколов? Есть. Есть, да? Пять штук. Пять штук. Пять штук. И еще бачка. Они подкупили еще, так же, как подгородка. Питков будет, значит. Вот у них питков старый набор. Такой немножко такой, мощный такой. И вот эти еще три будут от этого литя. Подошел. А там самый крупный такой? Самый крупный, там небольшой, килограмм, наверное, ну, почти 50, где-то 40. 45-45. Но все равно хорошо. Ну, хорошо. Есть вопросы. А следующий кто? Техническое обустройство колокольня. Первый вопрос. Техническое обустройство колокольня? Да. Ты балансиров. Рассказывай. Рассказывай. Ну, колокольня – это, в основном, в себе музыкальный инструмент, колокол – это часть составляющего этого инструмента. Узлы крепления, веревки, педали – это механическая составляющая колокольня. Любая колокольня должна быть оборудована, спроектирована таким образом, чтобы его было удобно и видно было центральные ворота вмещающего архилея. И когда выход крестного хода, не хочется увидеть, наверное, из помоста. У нас видно? У нас в нижнем ярусе видно все, даже начало крестного хода. На верхнем ярусе, кроме облаков, и стоянки. Раньше на Руси называли колокола прозвищами разные, например, какие были прозвищи – голода, козел, баран, медведь, лебедь. Погоди, но это к техническому не относится. Это просто рассказываешь. Сой был, да, еще? Ну и место звунаря так оборудуется, значит, что нужно делать помост для педали, для столбика. На столбик крепится по звуну колокола, соединяется веревками перед кросиками. Ну, «Благовестник» – это самый тяжелый колокол, многотонный. Он верстит на палатоне посредине, на крестовине. Что, девочка отвечала? У меня это тоже. «Благовестник» в основном играет в «Благовестнике», когда это какая-нибудь трагедия, случай, пожар. Под звонный колоколак крепится на столбике, который стоит на помосте веревками. За звонные должны находиться перед звонарем на уровне груди и играются они правой рукой. Ну, набор колоколок, он, девочки сказал, от пяти и более штук. Вот первый вопрос. Вот у вас на колокольне сколько? Пять. Всех святых. Всех святых. Я без знаний там звонил полгода, потом сказал, что мне сейчас лучше. Мне сейчас поможет. Храм маленький почему, да? Колокольня маленькая. Только сидя на табуреточке. Я эту колокольню называю «скворечник». Там сидишь вот так вот, вот они колокольчики вот здесь, играешь пальчиками. Но благодаря тому, что кругом пустое пространство, звук разносится далеко и красиво, и колоколами плохие. А откуда 60? Ну, мы же продаем что-то. 60, 40, 50. Эти небольшие килограммы. По 10-2, по звони. И два за звони там. Анисим, анисимов там, да? У каждого колокола должен быть свой тембр. А тембр что такое? Ну, это звук такой специфический. Окраска звука такая. Окраска звука такая. Ну, тембр делается вот можно в один удар, два удар в один колокол. Движение музыки. Динамика – это звучание колокол. Ну, примерно так станет хорошо. А еще что? Благовестникам ты звонишь медленно, мягко и спокойно. Что он выражает? Вот, благовестникам ты звонишь. В какой, например, день ты звонишь? Медленно, спокойно, размеренно? Ну, это в праздничный. В будни, скорее всего. В будни. На службу завязывать все. На бат частые удары. Тогда уже понятно, что что-то случилось. Одним и тем же колоколом можно выразить разное состояние и по-разному призывать верующих к разным действиям. Или к службе, или к другу. А термины в колоколе музыки просто? Всего. Всего термина в колоколе музыки несколько. Это квадрат. Он состоит из четырех тактов. Такты. Такт – это группа долей, начинающаяся с сильной долей и заканчивающаяся на следующую сильную долю. Доля – это основная единица музыкального метра, а размер – это количество долей в такте. Миша, расскажи, пожалуйста, что такое квадрат просто? Нарисован квадрат или что это вообще-то? Квадрат – это… Надо сказать, что это звонарский квадрат. Да, звонарский квадрат. Что такое звонарский квадрат? Расскажи всем, кто не знает. Определение квадратов, которое у нас на стене висит. Геометрическая фигура. Все стороны равны, да. Тифагоры вы что-то видели. Это, наверное, какой-то период, да? Да. А какой это период? Какой это период, да? Музыкальный период. Музыкальный период, состоящий из чего? Из четырех тактов. Из четырех тактов? Да. А для чего нужен звонарский квадрат, звонарь вообще? Для чего? Я ориентирована на сколько он проиграл, ну, сколько раз он уже играл в ту или иную часть звона. Ты не волнуйся. Всего виды звонов наши семьи. Это встречный, мотослятный, полиленейный, набатный, речевой и ветерный. А какие используются из них? Ветчевой используется? Часто слышали? Когда? Когда ветчевой используются? И где он у нас используется? Ветчевой для чего вообще нужен? Вот у нас в Омске есть лечевой колокол? Что такое вечер? Играется благовесным колоколом. При встрече звон, при приезде владыки, звон возобновляется. А когда владыка встречается с настоятелем, звон прекращается. А когда уже все заходят в храм, владыка и настоятелем, взвод возобновляется на 3 или 5 минут. Пока владыка в храм не войдет? Да. А меч в правильном. Ну, еще водосвятые, наверное, часто используются. Да? Да. На освящение рода. А также? Грибаем. Грибаем. На отпевание. Да. А вот во время богослужения, кроме того, что отзвонили в начале службы, вот в продолжении самого богослужения, что-то бывает? Какие-то звонки? Да. Ну-ка расскажи мне. Ну, китургия идет. Полиленец. Да. Полиленец вон. Время любви. Полиленец. 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 Ну, другие. Это когда что у нас? Да. Ну, что у нас просто идет? Ну, что у нас происходит? Я растерялся немножко. Ну… Что следующее? А by коллик? Коль. Звон настраивает верующих к службе, к молитве, обозначает важные моменты службы для присутствующих. Развучие, уверенность, своевременность, синхронность с богослужением. Второй вопрос. Погоди, погоди. Как он настраивает, допустим, молочка? Ну, перед службой, как бы, углом к службе. Все знают, что скоро начнется служба. За сколько? Ну, за десять минут. Десять-пятнадцать, два разных рамок. Допустим, человек идет на службу и готовится к исповеди. Как он настраивается? Ну, настраивается на исповедь. Это значит, как бы, покаянно открыть перед Богом все свои грехи. Что еще? Ну, например, вышел он на Герцена, да, идет уже благовестник, слышит наш, например, да? И вспоминает, да, свои грехи. Как? Ну, как бы, да, может быть и так, кто как, наверное. Внутренне, допустим, если служб перезвон, то верующий, значит, начинается выходить. Если, например, на символ веры, вот, значку символ веры, скоро, допустим, причастие. Ну, это о важных планетах. Да, о важных планетах. Вообще на символ веры надо звонить или нет? Ну, там, как бы… Есть такой уставной звон? Да, есть там, как бы… Да? Да, есть там такое… Нет, там, как бы, на усмотрение настоятеля можно… Нет-нет, я про уставной, не про уставной. Про уставной? Да, не на усмотрение настоятеля. А, нет, я не знаю… По-моему, он относится… Нет, не относится. Нет, нет, не относится. Ну, благовестник. А, Григорова… Ну, хорошо. А когда надо звонить-то, на самом деле? Это близкий момент, но вообще когда надо звонить? В смысле? Ну, до символа веры, после символа веры. веры во время символа веры когда звонить во время символа веры надо все таки звонить вот мы только что сказали что звонить не надо по усталу только что сказали а когда надо звонить вот после символа веры чтобы символ веру пропели в храме что потом какие еще варианты еще вечером молодец вот так да и надо звонить а на символ веры не надо звонить а это что-то канона мы будние дни во время великого поста будничий колокол первых 3 климах затем 40 раз как перезвонит первая неделя там как бы считается канон Андрея Клицкого там 12 медленных ударов просто трезвон как осуществляется трезвона не осуществляется только только в воскресенье это перезвон по три удара каждый колокол во время положения плащаницы на налог краткий перезвон какой плащаницы а вот то есть триста петля а на страстной серединице там интересно тоже есть особенности а страстной там другой в общем все должны знать вопрос ну еще пятая серединица стояние Мария Египетска читается Вечером Андрея Клицкого четверг вечера благовест в полилене колоколом в Трезвоне а когда читается канон Андрея Клицкого в какой день они были? четверг вечера точно? среда вечера а среда вечера да благослуживание достигается грамотным подбором колокола и мастерством зонаря ну поэтому надо подобрать правильно колокола для того чтобы правильно подобрать колокола надо понимать куда колокола будут интегрированы например мы имеем архитектурное сооружение в виде колокольни она надстроена над храмом или подстроена у храма в ней есть определенные технические характеристики это с балками перекрестные балки в которые будут повешены либо в том числе допустим благовести повешенными по центру в окна будут подзвонные повешены колокола а зазвонные это уже ближе к рабочему месту зонаря вот и конечно надо знать допустимый вес этого архитектурного сооружения в том числе и балок на которые будут монтированы колокола ширину габаритные размеры проемов чтобы колокола нужно было поднять краном и разместить правильно вот и ну конечно и приспособления которые помогут внести эти колокола в сооружение и удобно разместить не так что приобрели колокола потом думаем как справиться с подвесами а если колокола больше проемов вот строится храм потом строится а колокола будет больше проемов все это уже знают значит надо изменить размер колокола или уже колокола заказаны колокола заказаны они внизу колокола конечно есть решение техническое расширение проема но я не знаю купола конечно нет смысла снимать надо смотреть какое вот я вот видел один храм например большой собор там самый большой колокола 8 тонн лесу и там он колокол намного больше чем проемов колокол на месте проемы на месте что делать купол снимать строят только достроили до этого повесили колокола ну как вариант да если у меня еще купол не конечно это это произойдет из удобства в том числе и будет звучание колокола достигаться чтобы один звонок мог звонить удобно во всех которые повесили да должен составлен гармоничный ряд желательно миллорный строй должен быть ярославский производитель подбирает гармоничный ряд для того чтобы звучание буритья от технологии колокола зависит ну могу перейти к второму вопросу достаточно вот второй вопрос это недельные звоны звоны недельного округа благослужений колокольные звоны совершаются только по церковным колонам в определенный час определенным образом шлистерсон я призван звук ангелия призван после службы призван ну да это основные ну это основные а какие еще бывают колокола вообще в крови церковных такие еще ну рыба например музыкальный колокол бывает да артистовый артистовый колокол царь колокол сколько весит знаете ну не знаю немного я знаю что много точно как не знаю вы недавно об этом я не стал не говорил цифру потому что не помню я помню что много есть и три тонны есть и три тонны так да хорошо а какой самый большой колокол в мире кто знает кто знает кто знает я думал царь колокол с ней нет не знаю кто же говорили о том что мирный который утонул да ну верно утонул ну есть сейчас колокола в несколько раз больше по весу чем царь колокол действующие колокол все они находятся на юго-восточной азии ну они конечно они не подняты на колоколе они не висят по какому расстоянию над землей восточной традиции бревном дадим 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 ну подходи сюда давай подходи подходи показывай как все короны головы тор и ёбки юбку еще называть музыкальный концов корон состоит из трех частей ухо сковороды и маточник в маточнике есть отверстие за которых колокол лежит на колоколе а лучше покажи где уши на маточник показывает что скобара даги скобара даги скобара даги это аргументальные пески а тут не должна ходить а сами орнаменты как называются заказываешь а вот какие вы хотите видеть здесь и называют эти орнаменты интересно фрески 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 я не знаю арабески арабески фрески ну это ничего дальше что идет после головы после головы идет торм торм состоит из двух частей фрески арабески 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 и мест для размещения икон саша немножко поверни чтобы ее показали и все и мы тоже показываем так ну я понял все ну давайте я помогу перевернуть показать посмотрим что у нас внутри находится внутри внутри самом верху есть кольцо для крепления языка кольцо при помощи соединиться колька покажи язык надень одел одевает 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 смотри все закрепилось да вот что закрепилось и как язык язык бьет куда бьет язык вверх в точку горы ну попробуй попробуй ударить посильнее посильнее вот 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 расскажи про язык сними его покажи про язык язык с 3000 частей стержня уголовки и концы век сколько ушей бывает сколько может быть четыре шесть два может быть у человека два уха я видел старинный колокол при строительных работах откопали в исторической части Москвы третий принцип нет вообще для чего существует принципы для чего расскажите все нужны они вообще в принципе нужны то для чего они ну так своими словами рассказываю все для того чтобы организовать зло чтобы человек знал что он делает во время злота принципов не будет всего для третий и четвертый принцип третий принцип о чем говорить нам третий принцип эти принципы говорят о том чем чаще звонит колокол тем ближе должен находиться язык в губе колокол это характерно для зазвона и под злота уже как бы поднесены в губе колокол при помощи получается правый правый дальше левша все у нас левша один только делает колокольни приезжаем делает под левую ногу а потом и делает так называется он сделал под левую ногу все под левую руку большому шуму заработал и уехал а там вы как хотите правши там кто остались и четвертый принцип у нас четвертый принцип перед тем как закончить звон нужно доиграть последний квадрат и сделать три аккорда во вся во вся эта благовесть под зоной за звон все хорошо спасибо спасибо следую и под льду и и и и и И второй вопрос – основные виды звонов. Основные? Основные виды звонов – это дуаголис, медленные, равномерные долги удары, дуаголисик, перезвон, восходящий медленный удар вовся от большого к малому колоколу, перезвон, удары в два и более колоколов одновременно. А какие еще бывают колокола? Вот, например, храм где-нибудь, возможности нет колоколов, приобрести колокола. А что можно сделать? Как можно выйти из ситуации? Ну, например, если есть подголы и нет колокольника, то… Да, вообще нет колокола. Вообще колокола. Нет колокола. Храм есть, колокола нет. Колокольня есть даже. Колокола нет. Что делать? А звонить так хочется. В общем, можно что-нибудь сделать? Да, можно. А это сложный вопрос для ребёнка, конечно. Подвесить, что можно? А во что выйти, например? Если созывали на обед, например. В поле, например, на обед созывали. Во что выйти? В кино, может быть, видел? В поле не может видеть. В кино, может быть, видел, когда на обед созывали. Бам-бам-бам. Когда я начинал панаматить ещё много лет назад, то колокольных заводов не было вообще. Колокола нигде их не были вообще. И вот многие храмы использовали, что могли. Например, брали кислородные баллоны, газовые баллоны какие-то, обрезали на нужную, так сказать, длину, высоту, и получался звук достаточно приемлемый. Вот такие были, колокольные. Много было таких. Очень даже прилично звонили. Вот. Такой вариант. Если бы длинный баллон немножко отрезали, салоний звук, там длинный, хороший звук такой. Если бы коротенький, там высокий звук. Ну, это вариант. У нас так много всего серебряного есть. У нас звонарь серебряного. Там висели баллоны. Баллоны висели. Сейчас конечно поменяли. В рельсу можно звонить. А еще, во что звонят еще? Кто знает еще? Кроме колоколов, во что еще звонят? Мило. 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 Мило, что такое било? Вот я на акуне видел. У них такая деревяшка. Ну, доска в общем-то. А здесь, где рукой держать, она как бы сужается. Вот. И он, значит, идет, у него такая... Мило. 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 Что у нас тоже било. Огромное такое кольцо, толстое, с толстого металла, огромное такое кольцо. Оно висит. Кольцо или полукольцо? Или дугар. Кольцо целое. Да. Огромное. Ну и видно там отметины, где у него звонят. Я, правда, не слышал, как он звонит, но я думаю, что оно должно быть очень мощным. Потому что оно диаметром, наверное, метра два или даже больше. В Иерусалиме, в монастыре, когда я там был, утром без десяти шесть, и она как бы всех будет, ну как бы будильничек такой, деревянненький. Вот она так ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток, и звук приближается к твоей керри, к твоей комнате, окно открыто, и потом раз, и она убегает. Она так трусцой бежит потихоньку, по кругу так бежит, мало бежит. Какой вопрос? Разно. Бинарное деление ритмской партии колоколов, звучание. Благовестник звонит целыми и половинными нотами. Подзонные звонят четвертными нотами. Зазонные колокола у нас звонят восьми и шестнадцатыми нотами. Благовестник еще звучит как басы, подзонные как альты, а зазонные как звонцы. Кто? Звонцы. Бинарное деление ритмики партии – это что означает? К чем? Это бинарное деление относится от большого колокола к Мазбинкову. А что это означает, бинарное деление ритмики партии колоколов? Чем больше колоколов, тем что? Чем он реже звонит. А чем он меньше колокола, тем он сегодня звонит. Чаще звонит. За звоны и колокола какими длительностями звонят? С восьмыми и шестнадцатыми. Лошадки еще есть, да? Лошадки еще есть и лягушки. Второй вопрос. Современные колокольтивные звонки. Погоди, а у тебя там еще второй? Последовательное вступление партии колоколов. От малых к большим. От благовестника, потом подключается подзвонный и потом подключается зазвонный колокола. Последовательное вступление? Последовательное. Начинается с какого? Благовестника, потом подзвонный и зазвонный колокола. Современные колоколитейные заводы. Первый завод у нас является Воронежская область. Второй вопрос, второй завод Вера Анисимова, Воронежская область, город Воронеж. Третий вопрос, третий завод братья Шуваловы, это Коломенский, Ярославский завод, колоколитейный завод. И четвертый у нас завод в России является Питков ИКО, компания ИКО, завод Каменск-Уральский. Эти колокола у нас висят много в Сибири, и в Пенском соборе у нас есть Питкова колокола. А у нас какие висят? Ярославские. Нет, Ярославские у нас. Они, они висят у нас. А вот это какие? А вот это тренажер колокольного звона откуда? Тренажер с Новосибирской области, ну делали Новосибирскую область и Новосибирскую область. А вот у нас новая звонница откуда? Там написано. Мы были у тебя на колокольне, и были на нашей колокольне. А ты не увидел? А ты ждал нас там, что ли? А, я ждал нас в Сибири, поэтому он и не увидел. Летекс у нас. Летекс у нас. Летекс у нас. А еще у нас есть старинные колоколы всякие. Или у вас есть старинные колоколы, да. В храме можно услышать какой-то вот звон во время служения? Можно это во время великого поста звониться, да исправится молитва, такой маленький колокольчик может быть в алтаре, и когда небольшой звон, чтобы люди соберись на колени. А кроме колокольчиков, кроме колоколов, еще какой можно звон? Может кто-то подскажет? Вот раз, и такой приятный звук. Кроме колоколов? Кроме колоколов, еще. Кодила? К, как? Кодила. Правильно. Особенно, если на нем есть... Да, да, да. Штучки. Как они называются? Бубенцы. А как они, в общем, называются? Правильно. Как они называются? Вот в церковной терминологии. Еще они бывают где-то. Кратенько, расскажите нам про... В Китае проводились раскопки, и были найдены колокола в виде маленьких колокольчиков, бубенчиков. Вообще история колоколов насчитывает более сорока веков. Колокола разошлись по всему свету, считается, по шойковому пути. Они сначала пошли на Ближний Восток, а потом уже попали в Азию. Уже сразу, да? Уже в день крещения прямо, да? Уже колокола, уже стояли за забором-то, да? Или висели уже, да? Нет. Они пришли к нам не сразу, потому что мы не были христианами на принятие этого. Они пришли к нам... Когда появились на Руси первые колокола? В каком веке? В каких и как они стали появляться-то уже? В пятом, шестом веках. Но если девятьсот восемьдесят восьмой год, это уже не десятый, а десятый век, еще не было крещения, а они уже появились, что ли, для крещения? Ну, пятнадцатый, шестнадцатый век, но сначала не было такого. А вот скажите, пожалуйста, у нас, кроме колоколов и церковного пения, музыки больше никакой нет в пространстве. У нас нет музыкального сопровождения никакого, когда хор поет. А, скажем, на Западе есть, например, у католиков. А вот скажите, пожалуйста, музыкальное сопровождение во время богослужения оно противоречит ли православной вере, догматам или канонам, как Вы считаете? Или вот когда-нибудь использовалась и где-нибудь используется музыка, ну, например, органы или еще что-то именно в православной традиции? А вот, например, в Албанской православной церкви они за богослужениями используют органы. Да, да. В Белоруссии используются, описывая собой. Во время богослужения. Ага. В православных канонах? Да, да. Как я не знаю. В Древней Византии использовались музыкальные инструменты за богослужение. Мы считаем, что органы – это изобретение католиков. Ну, потому что сейчас они его используют, а мы нет. А на самом деле органы первые появились еще в Византии. А знаете, почему они стали их использовать впоследствии? Как Вы думаете, какая причина? Мешали? Да. Ничего не мешали. Ничего не мешали. Ничего не мешали. Красиво. Ничего не мешали. Торжественно. Дорого? Потому что дорого. Дорого. Вот поэтому. Про традиции расскажите про традиции. Существует три традиции. Восточная – это Китай, Япония, Корея. Западная – это католическая, православная, русская церковь. Восточная традиция – это колокол висит неподвижно. В него он креплен. И в него бьют вилы на цепях. Производится удар. И под колоколом небольшое углубление для лучшего расхождения звука. А чем бьют-то? Он обычно висит в бревну или небольшую. Западная традиция. Западная традиция. У них язык находится неподвижно. А сам колокол раскачивается равномерно, вдаряя нового края. А в православной колокола закреплены плотно. И звонарь с помощью языка производит удары, световая мелодия. Второй вопрос какой? Техника безопасности на колоколе. У нас всё в порядке степень. У нас всё в порядке степень. У пожарники не приходили. Не поднимались. Вот это. Стоит такой душевый. Зимой хранились там, наверное, семьи создавали, да? Сейчас всё уже круто, и они там… Тем более, может быть, летом они сейчас полетают. Чисто. Так, техника безопасности. Что такое колокольня вообще-то? Место повышенной опасности. Почему? Ввиду того, что висят колокола… Железо висит от головы человека. Железо висит, которое может оборваться. Вот поэтому. Звонарь должен следить за состоянием крепежей, балок, растяжек, своего рабочего места, поломоста, столбика, должен также следить за решётками, за бордюрами, за перилами, соблюдать технику безопасности. Нельзя играть в колокола в грозу. В сильные морозы тоже нельзя звонить. Зимой должен быть одет, подавающий, тепло, на руках, перчатки. Дверь всегда закрыта должна быть. Да. На правой ноге, да? Вот. Должен беречь свой слух, одевать наушники, беруши. Даже если кого-то ведёт с собой на экскурсию на колокольню, прежде чем подняться на колокольню, должен ознакомить всех экскурсантов, чтобы все держались за перила. Должен соблюдать чистоту на своём рабочем месте, должен убирать вовремя зимой снег, летом, осенью следить, чтобы не было грязи. Ну, как бы... Вот, допустим, поднялась группа на светлую седмицу наверх, да? Нельзя, папа, конечно. Что первым делом должен сделать звонок? Закрыть люк. Закрыть люк? Для чего? Для того, чтобы экскурсанты не провалились в него, не вступились. Также должен сказать, чтобы не облокачивались и не перевешивались за перила, и как можно... Ну, отошли от Большого Колокола, от Благовеста хотят, ну, на метр, чтобы не подходили... И когда делали селфи, да? Ключи должен, после того, как звонарь отзвонит, должен сдать охраннику, чтобы ключи находились. Если есть какие-то нарушения, то должен сообщать настоятельную церкви и решать в ближайшее время это облияние. Ну, спасибо. Мы уже будто мы не разговаривали. Система управления установок. Финопластическая схемия... Устанавливается система управления, устанавливается помост, на котором в целях безопасности должны быть лестницы, прививок. Для чего система вообще делается? Для управления. Для того, чтобы один с водой, что мы делаем, управлять, выносить всеми колоколами, в любом количестве. На помосте устанавливаются педали для управления благовестным целым большим клошкам. Устанавливается специальный столбик, который мы подключаем, присоединяется с помощью веревок. Устанавливается помост лицом слухового края, на котором разрешены разломные колокола. Расстояние от верхней балки до помоста примерно делается до двух метров. На уровне лба колокола. Второй вопрос. Друга колокола. Продолжение следует... Благовестники. Сколько бывает благовестников? Может быть? Может быть? А три? В зависимости от предназначения праздника? Так как пол около 2 может висеть, но их применяемость... Вообще, Вы про Пепа говорили не говорили. Праздничный воскресенье Павелияния. 98 метров. Больши лица Терпича скалаврия. Свеча в Русадинске самая высокая? Монастырь. Сколько? Я не знаю, но она высочена. — Не, не может быть больше. Я, конечно, не знаю. — 88? — Русская свеча. — В Киеве 88? — 90 в Киеве 98. — Ну, там может быть, да, но это очень много было. — Про Сергий Володой, в какой именно церкви самая развитая колокольная традиция? — 15 церквей, то есть есть первая Краснодарская, потом это Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская и так далее. — 12 церквей. Какая самая, совершенно верно, не русская церковь, самая развитая колокольная традиция? — И много направлений. — Да, и направлений много, да. Вот так вот интересно получилось. Это одни из самых молодых церквей. — Ну, это направление самое мелодичное, самое красочное. — Совсем правильно. — Самое ритмичное. — Совсем. — Меня будешь не снимать, я первый...